Юрмала 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 теперь конкуренты появились. Брачный берег. Слушай, я сама пошла в это берегу. Мне интересно стало. Они там поставили электронный свах. Я посмотрела, какой-то сваха. Какой-то сваха. Вместо головы колесо. Вместо глаз лампочка. У нас рук пружинки. Слушай, какой-то сваха. При мне один женщин ей заказал мужа, чтобы высокий был, гордый, малопил. На всех кроме нее пиливал. Она что написала? Верблюд. А я что, Джана, я всех женю. Я всех замуж выдаю, а? Одну только девушку никак не могу пристроить. Эта девушка красива. Неворчлива, неспесива. Иначе она не скрою. А зовется Хану сапожник без сапога. А что, как говорится, сапожник без сапога. Ну что, я зря сюда на такой праздник красивый приехала. Столько мужчин сидит, а? Пойду в народ. Посмотрю, познакомлюсь. Если глаза мне не вижу, руками нащупаю. Без жениха в Москву Иди замуж за меня. Зачем беспокоиться? Я двоих пережила, а Бог любит троицу. У тебя работы мало будет в спальне дроленька. У меня детей навало, можешь спать спокойненько. Жалко, что с тремя мужьями кавказское имя Олег. Честно скажи, кто рядом сидит? Мама? Ну, в смысле, она тебе грудью кормит. Поняла. Поняла. Нет, я, ты знаешь, Олег, я тебе хочу сказать, что на Кавказе вот такой, как ты, может четыре жени смело иметь. Если прокормить. Ты, я чувствую, прокормишь, да? Конечно. Да? Но ты честный человек. Честный, честно скажи, Олег. Давно не гулял. Хочется пошухарить. Есть такая возможность, пойдем, пойдем, чуть-чуть пошухарим. Пойдем, пойдем, жена отпускает, пойдем. Ай, такой красавец. Иди вперед, Джана, иди. Иди. Когда ты сзади, я чуть-чуть переживаю. Нет, ты рядом стой. Рядом стой. Что ты? Такой габарит, конечно, рядом тоже не стоять. Олег, слушай, вот я тебе хочу сказать, что рядом с Ханумой обязательно должен быть назрячий джигит. Давай мы с тобой вспомним вот лицо этой кавказской человек. Вот характерные черти он имеет, этот джигит. Да? Начнем с лица. Вот когда я говорю, Олег, лицо кавказской национальности, ты какую-то такую выдающуюся деталь можешь сразу мне назвать, а? Нос. Нос, конечно, Нос. Правильно. У джигита сначала нос растет, потом джигит его догоняет. Правильно. Нос. А еще такой, знаешь, кепка такой хорошая джигита. Аэродром, ты все знаешь, слушай. Правильно, правильно назвала, аэродром. В Ростове мне сказали лаваш. Тоже неплохо. Вот мы с тобой назвали. Кепка-аэродром, нос такой красивый, кавказский. Подносим, что у джигита хустица. Усы, конечно, усы. Все, Джана, мы с лицом закончили, опускаемся вниз лица. Вот здесь правильно ты сказал кинжал. Потому что всякие варианты у меня в жизни ответов были. Но ты правильно назвал кинжал. Я тебе вот этот кинжал в руки даю, ты его подержи, чтобы у тебя немножко кровь закипела, чтобы у тебя немножечко, знаешь, темперамент простудился. Да! Немножечко рассмотри его, привыкни к нему, да? Он к тебе тоже привыкнет. Ну, поиграйся, поиграйся немножко. Ах! Да! Но джигит вот этот кинжал в руках не носит никогда. Обычно за поясом, да? Чтобы руки у него свободные были, чтобы руками он разговаривать мог. Вдруг другого джигита встретит, а чем будет разговор и разговор? Вот, вот, совершенно другая у тебя осанка, конечно, конечно. Тиверджана, иди ко мне, я хочу картинку завершить. Ты не поворачивайся пока, да? Чтобы у нас с тобой сюрприз получился для твоей жены. Теперь медленно повернись, всем покажи себя. Ах! Ах! Совсем другой человек! Походи, походи немножко, да! Вот, человек сразу почувствовал себя хозяином жизни. Ах! джиана, я не знаю, чем ты в жизни занимаешься, но сейчас ты как будто директор центральной ринка. Указала, да? Маленький ринка. Олег, слушай, я тебе хочу сказать, что когда джианит на празднике, да, он обязательно танцует такой знаменитый кавказский танец. У нас сегодня праздник юмора, правильно, да? Вот это, как этот танец называется? Лезгинка, конечно, конечно, что ты так думал долго, лезгинка. Но умеешь танцевать? Умеешь, только пока об этом не знаешь. Давай, давай, мы с тобой сейчас научимся этот танец. Очень легкий, очень легкий. В лезгинке активно танцуют только руки и брови, все. Ноги можешь отпустить, ноги сами под музыку дорогу нают. Давай руки потренируем. Две руки в сторону, сделан резкий раз. Конечно, да, как будто орел летит, да? И еще крылья вырастает. О, совсем другое сделай, да. В другую сторону сделали руки два. Молодец, теперь то же самое под музыку с ногами за мной. Пошел оса. Хай, молодец, какой-то мой, а? Не, не, твоя очередь, дяна, а? Эй, слушай, молодец какой, а? Народный джигит Латвии, олег. Дяна, слушай, как ходит с импирамент, ей-богу, если бы догнал, забеременела бы, точно. Ну, я тебе хочу сказать, что ты справился со своей задачей, Дяна. Ты чуть-чуть артистом побыл, чуть-чуть побыл джигитом. А когда артист свой номер закончил, он в конце номера что делает? Кланяйца, зритель аплодирует. Ай, молодец, спасибо, Джана, молодец. Ты практически подвиг совершил, а? Думал, поцелует, нет. Спасибо. Спасибо, это ваши аплодисменты, Олег. Светлана Рожкова, Аплодисменты, красавчик, артисты России. Аплодисменты, аплодисменты, аплодисменты,